Привет всем! Меня зовут Алексей Федоров. Я сегодня немножко расскажу вам про Atomic. Сразу легкий дисклеймер. Я ничего или почти ничего не буду говорить про перформанс. Говорить про перформанс – дело неблагодарное. Во-первых, все время очень быстро меняется в этой области. И чтобы говорить вещи актуальные, которые не были бы как минимум outdated или чушью вообще полной, надо быть в этой области экспертом и держать руку на пульсе. У нас такие люди есть. Вот здесь в зале сидит Дима Чуйко из Java SE Performance Team. У него завтра, да, доклад? Завтра у него доклад. Приходите. А так, если будут какие-то вопросы по перформансу, я тоже, наверное, большинство передвисую прямо Диме. Так что, Дима, готовься. Дима как раз из тех ребят, которые просто все это делают. Чуть-чуть о себе. Я долгое время, ну как долгое, больше трех лет работал в Java организации и кое-что знаю по этому поводу. Последние несколько месяцев я в Одноклассниках работаю техническим лангалистом, общаюсь с комьюнити и вот приехал к вам. Но сегодня про Одноклассники ничего не будет. Кроме того, я делаю конференции по Java, не по Java и делаю российскую питерскую Java user-группу. У нас много интересных видео. Смотрите, приезжайте в гости. В Россию? Обязательно. Конечно. А мы к вам, да. И мы к вам, и вы к нам. Значит, и вот это вот на самом деле, откуда вообще растет вся эта конкуренция истории, многопроцессорная история, она растет просто из того простого факта, что системы становятся все сложнее и сложнее, но в какой-то момент, несколько лет назад, там 10 лет назад, практически перестали расти тактовые частоты у процессоров. и стали расти ядра. У меня такой вопрос. Кто из вас, давайте просто вот поднимем руку, кто из вас за последние два года покупал себе десктоп? Десктоп. Ну, типа вас человек 15. Вот. Почему остальные этого не делают? Потому что тех десктопов, которые были 3, 4, 5 лет назад, их достаточно для выполнения современных задач. Почему? Потому что частоты не растут, они не становятся реально быстрее. Вот. Собственно, надо понимать, что вообще вся эта перформанс, да, вся эта история, это все попытка выжать из железки как можно больше. Соответственно, в иной постановке задач это сделать то же самое, что вы хотите сделать, но на меньшем количестве железа. Железо дорогое. Поэтому, так или иначе, это все про бабки. Теперь, собственно, у меня о чем доклад. Я сразу хочу сказать, что здесь не будет, ну, как бы тем, кто вообще знаком хорошо с этой темой, с темой синхронизации, с темой параллелизма. Наверное, в общем, здесь особо делать нечего, потому что это, ну, он такой довольно базовый. Ну, я здесь дам чуть-чуть теории, очень тоже поверхностно. Покажу какие-то кусочки, которые мне показались наиболее интересными. И в конце самое главное и сочное, я покажу слайд с ссылками литературы, которые можете самостоятельно почитать и стать специалистом. В общем, есть некая проблема. Да, первое, это модели. Существует принципиально две модели, когда мы говорим о каком-то параллелизме, разделении задач. Это модель с регистрами и модель с сообщениями. Модель с регистрами – это то, как мы привыкли программировать. Регистры – это такая штука, у нее есть две операции read-write. Все, что мы делаем там с переменными обычными. И, собственно, это то, как мы, как на всю жизнь учили программировать, как мы это делаем в основном. Другая модель – это модель с передачей сообщений. Это тоже, в принципе, уже, ну, бывает в разных ферментах современных выражено. И это, на самом деле, ближе к тому, как работает внутри современное железо. Потому что это только для нас с вами присваивание какой-то переменной. Это просто вот что-то куда-то записали и вроде все. На самом деле там есть некая шина, по этой шине идут некие сообщения, есть некие протоколы синхронизации, когеретности и много-много всяких таких вещей. И, по сути, это все летает по системной шине, и, соответственно, это все тоже некоторая посылка сообщений. Вот это вот такой интересный, забавный факт. Мы программируем в одной модели, а существуем в другой. А когда поверх модели, которые мы программируем, накручиваем фреймворки, которые вот такие вот с передачей сообщений, типа какой-нибудь там, не знаю, ну, акки, то получается у нас вообще такое вот странное наслоение. И немножко про терминологию. С терминологией здесь важно понять, что устоявшихся терминов нет. То есть вы возьмете 3-4 такие самые топовые книжки современные по этой теме, и у них будет не совпадать терминология. Но вот из того, что сейчас вроде как наиболее общепринято, это общее слово parallel, описывающее все вот эти вот явления, когда какие-то там процессы, потоки, что-то такое бежит постоянно, какие-то там стоит машины существуют. И для этого есть, собственно, два термина. Concurrent, как именно модель с разделяемой памятью, и distribute, как модель с посылкой сообщений. Соответственно, виды пролизма тоже бывают разные. Можно делать пролизм на уровне операционной системы, можно внутри одной какой-то программы. На уровне операционной системы понятно, хотим одновременно писать код в ID и слушать музыку. Вот две задачи. Современные операционные умеют, старые не умеют. Собственно, преимущества пролизма тоже уже все с этой темой хорошо знакомы. Это использование, утилизация, то, что называется utilization, большего количества ресурсов. Это простота моделирования. Наверняка, давайте я проведу простой эксперимент. Я спрошу, кто писал код с какими-нибудь высокоуровневыми примитивами? Какие-нибудь blocking cue, пулы и так далее. Окей. А кто писал код с низкоуровневыми примитивами? Wait, notify. А, у вас примерно поровны. А кто оба раза поднял руку? А, так вы вообще одни и те же люди. Это очень интересно. То есть есть люди, которые просто этим занимались, есть, которые не занимались. Очень хорошо. Ну ладно. Наверное, вот те люди, которые поднимали руку, они согласятся, что в принципе, если не согласятся, то скажите, что вот эти современные фреймворки, они пытаются от вас забрать на самом деле одну простую вещь. Они пытаются забрать у вас сложность. То есть это попытка сделать за счет чего-то, убрать сложность в какое-то другое место. Вот в этот сам фреймворк, какую-то модель, какую-то, может быть, ну там, коллекцию, которая решит за вашу часть задач вот этого сложного, низкоуровневого. Я, в принципе, уже, не знаю, лет 6 назад, ничего не понимая в конкуренции, мог писать какой-то простейший конкуренции код на чередях. И он работал как-то. Упрощенная обработка асинхронных событий, как частный пример этого, это работа с GUI. Когда вы какие-то тяжелые бэкграунд-задачи выносите в бэкграунд-трэд, в отдельный трэд, чтобы ваш GUI-трэд мог работать дальше. И там есть все, на самом деле, и сообщения, и асинхронные события, и все что угодно. Вот. В конкретной программе есть еще такое интересное свойство, оно называется справедливость. Вот. Внезапно конкуренции – это еще и о справедливости. Вот я, как пример, могу привести просто очень… Ну, кто знает задачи о читателях и писателях? Давайте. Кто не знает задачи о читателях и писателях? Поднимите выше руки, пожалуйста, я вас не вижу. Много. Но есть такая стандартная задача. У вас есть там какая-то… Ну, давайте сразу в программных терминах. Какая-то переменная. И много очень потоков. Могут что-то писать и могут что-то читать. Читать. Писать и читать. И задача выглядит так. Да, и причем там ganz-разные удачи, нуждаются разные условия о том, что одновременно читать могут несколько потоков, но писать может только один. И нельзя читать, когда ты пишешь, нельзя писать, когда тоже кто-то другой пишет. То есть писателя может быть все время только один, читателей может быть несколько. И нужно просто организовать. И у вас некоторым образом вокруг той ячейки, куда вы пишете, в очередь встают некие читатели и писатели, и вам нужно как-то вообще все это организовать. И у вас возникает вопрос, а какие условия вы должны на вашу систему наложить, и что для этого вы должны в эту систему, какую сложность она должна иметь, чтобы решать вашу задачу. Например, задача одного типа, самое такое простое, это что они должны читать и писать ровно в том порядке, в котором они к вам пришли. Но для того, чтобы в такую очередь поддерживать, нужна довольно высокая сложность. Следующая задача попроще, это когда они могут просто случайным образом это делать. Как-то берется любой человек, берется любой читатель-писатель, любой поток, и просто запускается к этому ресурсу. Это чуть проще, но тогда возникают разные эффекты, связанные с тем, что отдельные читатели и отдельные писатели могут ждать очень долго. Дальше есть честность в том плане, что, скажем, писатели пишут в том порядке, в который они пришли, а читатели читают в том порядке, в котором они пришли. Это две какие-то отдельные очереди и так далее. То есть балансируя вокруг этого, вы можете добиваться, вы можете варьировать сложность вашей честности и варьировать те гарантии, которые вы даете. Я видел вот такой вот код. Это почти боевой код. Попытка сделать некую честную очередь из потоков. Я тут какие-то куски вырезал. Но идея в том, что это на самом деле очень тривиальная задача. Вот честность, задача о честности. Чтобы, скажем, первый пришел, первый ушел. Это трудно. Я пролистаю с вашего позволения какие-то куски, потому что у меня сейчас чуть-чуть не до них. Вот. И, собственно, какие у нас есть в Java на самом деле способы сделать, отказать как-то вообще взаимодействие потоков? Принципиально это либо локи в том или ином виде, либо синхронизм метод, синхронизм блоки, либо все то же самое, но еще с более сложной штукой – это wait.initify. Я думаю, что, собственно, у них есть некое общее свойство. Это все блокировки. У них есть ожидания. У всех перечисленных примитивов есть семантика. Акварь и релиз – две операции. Взять некий критический ресурс, так что он принадлежит в данный момент только этому потоку, и никто больше в него не может получить доступ. Что-то там сделать. Эта операция называется акварь-захват, да, то есть за захватывание некого ресурса. И релиз-освобождение. Я что-то сделал, я отпускаю. И выясняется, что это не очень здорово. И это не очень здорово, потому что такой примитив, он имеет ряд проблем. Первое, и я довольно много о нем рассказывал здесь же год назад, кто-нибудь меня слушал здесь год назад? Есть такие люди? У меня был целый доклад про всякие такие штуки, это взаимоблокировки. Я здесь не буду терять время, у меня потому что очень много материала. Я просто сошлюсь, посмотрите. Кто знает, что такое дидлог? Ну почти все. Ну все, отлично. В общем, посмотрите доклад, там прям очень многие вещи разжеваны. Что там вообще бывает вокруг блокировок? Инверсия приоритетов. История такая. Есть кто-то очень большой и очень важный, которому нужно все время давать работу. Есть кто-то, кто не очень важный, но вдруг взял лог, который нужен важному. И тогда важный простаивает, а ему нужно что-то делать, делать, делать. А неважный в это время что-то делает. И возникает такая проблема, что тот, кто нам менее нужен, он захватывает какой-то ресурс, который нужен кому-то более важному. Кто-то более важный не получает доступа к ресурсу, стоит и ждет. Вот эта вот история называется инверсия приоритетов. Когда стоит 100 машин в очереди на светофоре, это мы, это важные люди. А едет какая-нибудь важная шишка из правительства. Типичный случай. Но это вот так и есть. То есть люди вроде должны ехать, а там какой-то хрен на членовозке как бы блокирует все движение. Я думаю, что… Ну у нас там, по крайней мере, в Питере, в Москве это каждый день происходит. Соответственно, надежность. Представьте себе, что некий поток взял критические ресурсы в этот момент. С ним произошло что-то нехорошее в пользу того, что он умер. Мы сейчас не говорим, какая у нас семантика у операции умер, но общая идея такая, что он там, не знаю, не отвечает. Или там пришел шедулер операционной системы и решил, что надо бы тебя, друг мой, вытеснить. И в этот момент так вышло случайно, что вот этот вот поток держит блокировку. Беда, все остальные приходят, а блокировка захвачена. А захватчик как бы все. Все стоят и ждут. И в лучшем случае они будут ждать долго, а в худшем вообще не дождутся никогда. То есть страдает надежность такой системы. Ну и, наконец, перформанс. Представим, что у нас есть некая система, в которой потоки делают по кругу некое движение. Обработка каких-то сообщений, переписывание каких-то данных, поточная обработка, получаю данные, как-то перерабатываю, посылаю дальше. Вот такого типа работы. Она в цикле крутится. И есть некоторые части работы, которую можно распараллеливать, а есть часть, которую нельзя. А P – это количество потоков, которые вот такой вот обработкой занимаются. Есть такой фундаментальный закон, законам Дала. Он говорит о том, какой вы получите буст в зависимости от числа потоков. То есть это функция от альфа и P. Вот несложно понять, что в случае, когда количество потоков стремится к бесконечности, то есть даже если у вас миллион ядерная машина, то в лучшем случае буст, который вы получите, это одна альфовая. То есть если у вас миллион процессоров и всего лишь один процент кода вы не можете распараллелить, то вы больше чем в сто раз не ускоритесь. И для того, чтобы проблемы с блокировками избежать, чтобы решить эту вот неприятность, существуют алгоритмы, которые работают на немножко других примитивах, примитивах взаимодействия потоков, но при этом без мониторов, без блокировок. Их бывает три принципиально. Без препятствий, без блокировок, без ожидания. Нас интересуют в основном без блокировок и без ожидания. Что же это, собственно, такое? Алгоритм без блокировок гарантируется, что при остановке любого количества потоков в системе… А, это гарантируется, что да, что все время будет системный прогресс хотя бы кого-то. То есть чтобы не происходило с системой, какое бы количество потоков не забирал шедулер, не отнимал время, какое бы количество потоков не останавливалось, все равно будет прогресс. И вторая история – это алгоритмы без ожидания. Это такие, в которых каждая операция выполнится за фиксированное время. При этом второе условие, оно более сильное. В первом случае у нас может быть все время какой-то прогресс, но какие-то конкретные, ну, скажем, задачи о читателях и писателях, в случае, если просто как-то рандомно выбираются читатели и писатели, которые получают доступ к вот этому разделяемому ресурсу. Довольно несложно делать простейший алгоритм, когда, скажем, кто-то из очереди выбирается рандомно. Тогда в такой системе все время будет какой-то прогресс, то есть все время кто-то будет выбираться и получать доступ. Но при этом какие-то конкретные потоки, а читатели, писатели, они могут стоять неограниченное число времени. Как рандом скажут, столько и будут стоять. Соответственно, эта система типа log-free, но не типа weight-free. Про консенсус мы не будем, это жесть. Короче говоря, история про консенсус такая. Существует некая формализация того, насколько сильные бывают примитивы. И выясняется, что... Ну, то есть, грубо говоря, любой примитив синхронизации, который обеспечит какое-то взаимодействие двух потоков, можно, грубо говоря, померить его мощность. И выясняется, что на современных процессорах есть операции, которые имеют бесконечную мощность. То есть операции, на которых можно сделать практически... Ну, то есть реализовать практически любой другой примитив. Скажем, на современном x86 это операции типа там KPR-exchange. На самом деле, более глобально эти операции называются compare-and-set или compare-and-swap. Я покажу немножко, какая у них семантика чуть дальше. И такие же операции можно реализовать и на других архитектурах типа PowerPC или ARM с помощью там ни одной, правда, power-инструкций. Собственно, что же это такой заказ? Какая у него, по сути, семантика? Что он делает? У него есть, собственно, в базовом случае две операции, ну, скажем, get и compare-and-swap. Первая операция, ну и некая-некая там ячейка. В нашем случае это int. Операция get, она просто возвращает вам значение, которое хранится в данной ячейке. А операция compare-and-swap делает нечто более хитрое. Она вот вызывается на вот этом самом, на этой самой вашей вот, на этом кассе, на вашем объекте, и принимает два значения. И в случае, если первое значение совпадает со значением, которое лежит в ячейке, она заменяет первое, ну, она заменяет первое значение на второе. Заменяет expected value на new value. Вот. И возвращает старое значение. Вот. Соответственно, все вот так довольно просто. В случае, если там не совпало значение, то он ничего не делает. То есть она просто возвращает значение, которое было. То есть еще раз, это некая условная замена. В случае, если первый аргумент совпадает с тем, что хранится в ячейке, мы делаем замену. В другом случае не делаем. Ну, и comparison set – это похожая операция. Единственное, что она не возвращает значение, она говорит в терминах true или false, прошла эта замена или не прошла эта замена. И как же это на самом деле типично работает? Это типично работает в некотором цикле. То есть поток, когда приходит, он начинает пытаться делать такую атомарную замену ровно до тех пор, пока она у него не получится. Вот, собственно, опять-таки такой некий псевдокод. Как реализовать, например, простейший счетчик? У вас есть несколько потоков? Ну, кто вообще когда-нибудь писал в счетчике многопоточные? Есть такие? То есть у вас есть некая такая свистелка, которая по какому-то событию увеличивается на единичку. Проблема в том, что когда потоков много, начинается вот некая беда. Как такая свистелка реализуется на кассе? Ну, довольно просто. Get value просто возвращает значение, а increment лупит вот в таком вот простом цикле. То есть он пытается заменить значение на увеличенную единицу, и в случае, если то, что там хранится, реально совпадает со значением, которое было, то значение, которое вы читаете в первом Get, реально совпадает с тем, что у вас лежит внутри, вы увеличиваете на единицу и успешно выполняетесь. В случае, если кто-то другой уже успел прийти в этот же момент, увеличить на единицу, вы в этом дуале откатываетесь на второй круг. Там уже получаете новое В, ну и так далее. То есть, собственно, все вот эти примитивы, они работают вот в такой вот парадигме. То есть мы крутимся в некой попытке заменить старое значение на новое до тех пор, пока эта замена не будет успешной. Про это мы не будем говорить. Какие недостатки у такой схемы? Ну, первое, это вот эти самые циклы. Когда у вас очень большое количество потоков на одном и той же переменной крутится, на этом счетчике, то вы их заставляете, по сути, в основном, крутиться в холостую. Представьте, что у вас тысяча потоков пришла на один и тот же счетчик. Вот сюда. И тысяча потоков одновременно, вот они такие, они приходят, у вас даже тысяча ядер, у вас там все очень хорошо. Они приходят и пытаются сделать вот этот вот КПРН-своп. Оп, все пришли, кто-то один сделал, кто-то один увеличился на единичку. А все остальные просто не смогли. 999 потоков отработали, этот шаг, этот набор инструкций в холостую. Хорошо, они снова пришли, кому-то из них снова повезло. Вот, то есть, да, такие у нас получаются, это знаете, простите за сравнение, гонка сперматозоидов, да. Потому что это реально так, вот первый пришел, молодец, работаешь. Остальные все стоят и как бы идут на второй круг, ничего не остается. Больше контеншина, больше бесполезных циклов. Тысяча циклов, глеют процессор, ничего полезного не делают. Вот, эффективность системы одна тысячная. И дальше есть еще такая проблема, что довольно сложные алгоритмы. То есть, блокировки нету, это преимущество, которое мы получаем. Но платить за это приходится тем, что алгоритмы становятся нетривиальными. Теперь немножко про поддержку виртуальной машине. В виртуальной машине появился Concurrent и подпакет Concurrent Atomic. Соответственно, мы сейчас по нему коротко пробежимся и посмотрим, что он там делает в том или ином случае. Если нам повезло, и у нас хорошая какая-то современная платформа, то на ней есть на самом деле CAS. На ней есть физически операция на процессоре, которая делает амарную замену. В случае, если у нас платформа не очень современная, или, скажем, какая-нибудь embedded борда, на ней такой операции может не быть. Тогда автоматически мы не можем делать compare and set амарным. То есть, эти операции, все, которые там будут, они реализованы как блокирующие операции. Там используется какой-то спинлок. Собственно, в этом пакете в Java, начиная с Java 1.5, он существует, в нем 12 классов. И в Java 8 к нему прибавилось еще 5 классов, 4 из которых публичные, а один является неким просто там непубличным и базовым. Это 4 класса, которые скаляры. Это обертки вокруг типов. Bullion, integer, long и ссылки. Сематика у скаляров примерно вот такая. То есть, у них есть операции как раз типа compare and set, плюс некоторые очень похожие операции, которые на самом деле все так или иначе реализованы либо непосредственно на compare and set, либо на лупе вокруг compare and set. Но на самом деле там все еще сложнее, там есть интристики, если останется время, мы про это поговорим. Ну и такая простая тоже, простейшая история, которую можно реализовать на этих atomic integer. Есть задачка. У нас есть некоторый отрезок, здесь он называется range. У него есть два конца, они в нашем случае нет. И есть некий вариант о том, что левый конец имеет значение меньше, чем правый. То есть, у отрезка левое значение строго меньше, чем правый. Это, в принципе, нормальная история. И мы пытаемся, сейчас мы будем пытаться этот поток, потоки будут пытаться менять границы этого отрезка, этого range. А мы будем пытаться делать так, чтобы левая граница имела значение все время не больше, чем правая. И, собственно, как это работает? Это работает, на самом деле, ровно в той же логике. То есть, еще раз, вот мы заводим некий такой простенький объект range двумя полями. Для простоты они даже имеют нужную визибилити, чтобы с геттерами не мучиться. Вот. Геттер, лавы, раппер, они просто возвращают поля. И что у нас происходит в случае, когда мы хотим поменять левую границу отрезка? Мы берем старое значение и смотрим. И это то значение новое, которое мы хотим дать нижней границе. Если нижнее значение, оно больше, чем старое правое значение, то мы, собственно, кидаем в регалл.com.exception. Такая операция нам запрещена. Вот. В случае же, если все-таки левая граница новая меньше, чем старая правая граница, мы просто создаем соответствующий новый объект range и атомарно подменяем новый на старый до тех пор, пока такая операция не пройдет. Она может не пройти по той простой причине, что пока мы вот здесь делаем первую проверку, вот этот вот get, и делаем вот здесь вот, компарент set, внутри которого тоже получаем значение, может прийти какой-то другой поток и проделать с этим отрезком что-то такое, что он изменится. Поэтому, собственно, нам и нужна такая вот цикл. Ну и, собственно, вторая граница отрезка, там, собственно, совершенно логично меняется. Вот. То есть вот такая вот идея. Мы инкапсулируем состояние объекта, состояние какой-то системы в виде объекта, в данном случае это range, меняем range и пытаемся атомарно заменить ссылку. Это такое общее правило. И здесь, в принципе, что хочется этим проиллюстрировать? То, что, собственно, если вам нужно атомарно заменить в некоторой сложной системе поле, там здесь может быть не только два инта, а любое количество, то, собственно, вы можете просто подменять ссылку на некоторый объект, при этом имея некоторый объект holder. То есть вот этот cast number range, это в данном случае объект holder, и здесь отделена семантика хранения, то есть семантика полей с его отрезками, от вот этой вот семантики замены. Такая вот декомпозиция здесь сделана. Окей. FieldUpdater. FieldUpdater – это такой API, который основан на Reflection и создан для того, чтобы уметь похожим образом заменять волатильные поля. Ну или там, да, волатильные поля, собственно. У вас есть класс, в классе есть волатайл int или волатайл long, и по идее к нему можно тоже применить некую логику, которая позволит вам атомарно делать замену. В случае с волатайлами, у вас есть там семантика, гарантирующая вам атомарность, но нет семантики, гарантирующей вам атомарную замену. То есть если вы делаете на волатайл int++, то два раза, да, из двух разных потоков одновременно, то я боюсь, что тамарной замены не получится. То есть у вас не получится увидеть то, что вы хотите. И такое же, собственно, то же самое есть для референса. Третье поле называется Reference Field Updator. Вот, собственно, что он умеет. Он умеет те же самые KPRNC, TED and GET и так далее. Это для лонга. И есть такая интересная история. Сейчас будет маленький такой экскурс в JVM. JVM бывают очень разные. Бывают те, которые, скажем так, в самом простом случае. Бывают 32-битные, бывают 64-битные. Давайте представим, что у нас есть виртуальная машина. Ну и дальше там есть лонг. Лонг, он не волатайл по умолчанию. На 32-битной машинке лонг – это не одна ячейка, а две. Две ячейки по 32 бит. И у вас стоит задача атомарно заменить две ячейки одновременно. Вот в общем случае, если у вас нет никаких трюков, есть 32-битная машина, и нужно атомарно заменить вот эти две ячейки, из которых состоит лонг, вы не сможете ничего сделать, даже если у вас есть неблокирующая операция на одной такой ячейке. То есть вам нужно что-то более сильное. Соответственно, вот если посмотреть, это вот код, по-моему, это из gdk8update45, что-то очень такое новое, то там, собственно, этот апдейтер, в нем явным образом написано, что если у нас в емке стоит некий флажок, то мы используем один механизм апдейта, который основан на кассах, на compare and set. А в противном случае мы используем, на самом деле, locked. и сразу видно, да, что у вас на некоторых платформах операция, скажем, вот этого атома, ну вот этого вот long, апдейта лонга, она будет блокирующей. То есть свойство вот этого неблокируемости, оно потеряется. И это интересно, потому что люди, на самом деле, часто забывают, что вот эти вот интеджеры, atomic integer, atomic long, atomic reference, все что угодно, они почему-то считают по умолчанию, что это операции, которые неблокирующие. Вот нифига. На самом деле есть случаи, в которых они блокирующие. Конкретно, как вот я сегодня узнал у Никиты, на Intel 32-бит, но там есть некий трюк. То есть для того, чтобы сделать вот такой вот апдейт лонга, используются, на самом деле, те регистры на процессоре, которые нецелочисленные, которые делают вещественную арифметику. То есть засовываются, соответствующие две ячейки засовываются в регистры для… Ну, то есть два интеджера засовываются во float, это float, там есть такая операция, он апдейтит, потом они засовываются назад. Выясняется, что это все равно, в общем случае, гораздо быстрее, чем делать блок. Но вот, по крайней мере, интерпретатор работает вот так. По умолчанию вот такая есть реализация. Ну, при этом вот это вот состояние поддерживает или не поддерживает система наша, вот этот вот касс на длинных числах, на лонгах, это просто некое свойство вемки. Как правило, это на самом деле некое свойство вашего железа. Либо железо умеет, либо железо не умеет. Ну, чем это может быть шревато, ну, мы вот тоже уже там сегодня обсуждали. Кто знает что-нибудь про компейс, упс, про сжатые ссылки? Есть кто знает про сжатые ссылки? Да, ну, в общем случае, у вас даже так, можно без сжатых ссылок. У вас на 32-битных машинах ссылки 32-битные, на 64-битные, 64-битные. Существует еще некий хак, но даже мы о нем не будем говорить. И казалось бы, вот ваше приложение занимает, ну, пусть не очень много памяти. Да, все сейчас говорят 64-бит, они используют их нигде 32-бит, только 64-битные. Вы так подумали, ну, вот у меня есть аппликейс, он живет, у меня 2 гигабайта. Что я там буду 64-бит разводить? И берете и меняете машину свою на 32-битную. Или железо меняете на 32-битную. А у вас там есть какой-нибудь вот такой вот апдейт лонгов. И вы вместо, если вам не повезло железом, то вместо честного касса вы уходите в какой-нибудь нехороший, блокирующий, в нехороший, блокирующий операцию, и все у вас начинает работать гораздо дольше. То есть вы хотели сэкономить на памяти, а получили performance penalty в этот момент. Ну, такая вот бывает фигня. И хорошо, если вы владеете вашим собственным железом. А если у вас какой-нибудь, не дай бог, клауд на Амазоне или на Гугле, а надо понимать очень хорошо, что ребята уровня Амазона или Гугла или кого-то еще, у них там может быть все что угодно вплоть до собственного железа. то есть там Гугла есть собственное железо. То есть у людей миллионы серверов и им реально вот важно делать как можно дешевле, заточенные под их задачи и так далее, и так далее. Если у вас в каком-нибудь таком вот облачном решении существует какой-нибудь ну, какой-нибудь облачной Java-машина, да, и вендор, в котором вы крутитесь, взял и подменил вам, не дай бог, одно железо на другое, со словами ну там же все равно Java, ничего не должно произойти, то вы можете просто в один прекрасный день проснуться и так оп, и у вас все дико тормозит. Именно потому, что, не дай бог, ваша система использует какие-нибудь такие вот операции, которые на новом железе стали работать гораздо медленнее. Array это такая абстракция, которая позволяет вам не одно значение апдейтить то есть не одно значение, а дайте целый массив. В чем прикол, если у вас в массиве много элементов, вот, и операции над разными ячейками, они никак друг друга не затрагивают и не аффектят. Вот. Если вы просто сделаете массив, который там, там, какую-то обвязку вокруг массива, у вас может быть как контеншн, связанный с получением доступа к этому массиву. Вот. Такие операции, они, собственно, хорошо оптимизированы. И есть еще одна история, она называется Markable Reference, Stamped Reference. Она позволяет вам заменить местами сразу пары. В одном случае объект и boolean, в другом случае объект и int. Существуют случаи, в которых это существенно, существуют алгоритмы, которые без таких конструкций, к сожалению, не сделать. Опять-таки, есть железо, большинство современного железа, оно может вам делать какие-то такие апдейты на апдейты сразу пары ячеек, пары регистров, атомарные, а вот с семантикой compare and set. Есть железо, на которых это не получается делать, и тогда приходится делать трюки по типу тех, которые я показывал с рейнджем. И аккумуляторы. Это некая новинка, которая появилась в Java 8. Это некий фреймворк, который вам, то есть набор классов, на самом деле, который вам позволяет накапливать значения, снизить контейнс, ну, то есть это некий, на самом деле, используется для счетчиков, как правило, снизить вам контейнс на счетчик за счет того, что, на самом деле, счетчик не один, а их несколько, и вот это вот несколько, оно инкапсулировано от вас. То есть если у вас некие потоки одновременно апдейтят вот этот вот некий там лонг-аккумулятор, то есть прибавляют к нему конкурентно все время разные значения, то вот, когда вы говорите у такого, когда вы говорите на таком примитиве get, то есть пытаетесь сделать значение, вообще говоря, не очень понятно, что это такое. Да, вы их там, вы как-то суммируете, суммируете, у вас вот, представьте вообще, да, что у вас есть система, которая там инкрементит некое значение, некий лонг, и вы в какой-то момент говорите у этой системы давай, дай мне свое значение, а другие потоки апдейтят. Вообще говоря, не очень понятно, что вы получите. То есть это значение, с чем оно должно быть согласовано, но очевидно, оно будет довольно близко к какому-то внутреннему стейту, схвачено в какой-то момент времени, близко к тому, когда вы взяли этот get. Но, условно говоря, когда у вас потоков много, там, не очень понятно, вот у меня есть там один поток, который прибавляет единичку, и другой поток, который в это время считает. Вот что я должен прочитать? То, что до добавления единички, или то, что после? Поэтому, когда вы считаете, не знаю, вот у вас есть некий там, много чего-то, и вы пытаетесь спросить, а сколько именно, тем сложнее ваша система, тем более неточный ответ вы получите. Но, в целом, гарантируется, что вы получите что-то около того, что нужно. Соответственно, у таких систем есть get, reset, который сбрасывает. В общем, очень удобная вещь, она реально снижает contention. Там работает log-striping просто, то есть, ну, даже там нету лока, там просто работает некий striping, то есть вы, все ваши операции, которые вы делаете, вы делаете на нескольких примитивах одновременно. Чуть-чуть преднеблокирующие алгоритмы на таких примитивах можно реализовать стеки очереди. У меня мало времени, я это чуть-чуть пропущу. Вот. И есть, собственно, еще одна история. Кто знает, кто это? Аба. Вот с Аба есть одна проблема. Я сейчас вот так вот возьму и нагло отмотаю назад. Отмотаю назад. Симатика КАС. Ну, вот у меня счетчик. Давайте представим, что у нас какая-нибудь простейшая железка. Ну, так я просто очень грубо попробую снижить проблему и на этом закончу. У нас есть там какой-нибудь 10-процессорная железка, обычный какой-нибудь 10-процессорный, 10-коровый Intel. И 10-кор у нас лупят, поапдейтят какое-то вот значение такое. Давайте представим себе, что у нас здесь не инт, который там очень большой, а какая-нибудь не знаю, какая-нибудь хоть байт, что-нибудь существенно более маленькое по рейнджу. Так вот, теоретически может произойти такая ситуация, в которой условно говоря какие-то потоки настолько много раз увеличили значение, да, у нас есть некий поток, допустим, да, один поток, он взял и дешедулился, он ушел. За это время и зафиксил некое значение, прочитал некое значение get вот здесь, вот, и после этого дешедулился. Все остальные потоки выполнили очень-очень много тактов, настолько много, что значение вот этого вот там байта или инта или чего-то прокрутилось до конца диапазона, переполнилось, стало отрицателем и снова прокрутилось до того значения, в котором было. Потом апп, происходит снова шедерлинг, процесс получает квант времени, делает проверочку, значение у него совпало, ее накрементировать счетчик. С его точки зрения ничего в системе не происходило. С его точки зрения я получил, моя проверка прошла и я увеличился на единицу и я классный. А на самом деле с точки зрения всей системы там в системе в этот момент несколько раз произошло изменение значения. Если у нас есть некая логика, которая основана на том, произошли изменения в системе или не произошли, то есть дальше тот же поток начинает что-то там сравнивать, то он может всех этих изменений не увидеть и сделать ошибочные выводы. Для того, чтобы вот с такими как бы эта проблема называется АБА, А кто знает, почему она называется БА? Все верно, да. То есть было значение А, потом было значение Б или в нашем случае очень много других значений. И потом снова вернут значение А. И вообще говоря, вот в Java это не очень видно, но скажем, в каком-нибудь языках и вообще в системах, в которых нет автоматического управления памятью, эта проблема прямо стоит в полный рост. Ну вот java-ский пример тоже существует, в принципе. И самое главное на самом деле это вот этот вот слайд. Кто хочет сфотографировать, это ключевые, здесь на самом деле ссылка просто на подъем на Geodoc пакет Atomic. Ключевые книжки это Brian Giotts Concurrent in Practice и Herlich Heshavit Art of Multiprocessing Programming. Обе книжки не новые, им лет по 10, к сожалению, обе из них не переведены на русский язык, украинский тоже не переведены, насколько я знаю. Поэтому придется читать по-английски. Книжки классные, Brian Giotts это более легкая книжка, она практически мастрит, если вы хотите побороть свой страх и начать писать конкурентные программы. А вот эта книжка, она уже более продвинутая, там уже довольно много всякой теории. И недавно, буквально 19 числа, три дня назад, вышла очень интересная статья Ниццана из Азул. Это человек, который занимается перформансом в Азул машинах. Она, собственно, о том, какие бывают разные степени вот этой вот, как бы сказать, насколько бывают разные гарантии и степени блокирования, не блокирования. Какие там еще есть более тяжелые, более легкие обязательства. Ну и, собственно, сорцы GDK, вещь, которую всегда можно посмотреть, когда интересно, собственно, как там все это внутри работает. У меня, с вами все, я не знаю, есть ли у меня временные вопросы. Давайте, давайте, поотвечаю, пока нас не остановят. Вопросы, пожалуйста. Класс, вопросов нет, спасибо вам большое. Спасибо.